Opel Insignia второго поколения пережила косметическое обновление. Но чтобы разглядеть новые фары, передний бампер и решётку радиатора, надо быть настоящим знатоком модели. Салон Opel'евцы вообще не показали, но пообещали, что машины 2020 модельного года получат более современную медиасистему и беспроводную зарядку смартфонов. И ещё одно обещание – обновить гамму силовых агрегатов. Из технологических новшеств заявлены матричные светодиодные фары. В каждой теперь 84 светодиода вместо прежних 16. Также появилась новая камера заднего вида. Напомним, что теперь уже французский Opel не имеет права продавать GM-ские модели на новых рынках, к которым относится и Россия. А значит, у себя мы Insignia не увидим. В Европе первый показ и старт продаж запланированы на январь 2020 года. Kia Soul удостоился награды за лучшее качество мультимедиа от американского агентства JD Power, которое специализируется на исследованиях автомобильного рынка. Эксперты JD Power подсчитывают количество жалоб, накопившихся у владельцев за первые три месяца после покупки новой машины. В ходе опроса, посвященного именно медиа-системам, автомобилистам предстояло назвать те информационно-развлекательные комплексы, которые больше всего удовлетворяют их запросам. На сотню новых Soul пришлось всего лишь 9 негативных мнений, касающихся мультимедиа. И этот показатель оказался лучшим в сегменте компактных кроссоверов. Медиа-центр, заслуживший награду от JD Power, поддерживает протоколы Android Auto и Apple CarPlay. Продолжение следует...